Своебразный урок истории на этой неделе. У нас два больших заказа, собор Василия Блаженного и терракотовый воин. Круто. Непросто. Не могу. Ювелирная работа. Это наш самый замысловатый торт. У меня какое-то чувство опаски. Ёлки-палки. После школы кондитеров я решил... Я... Мы все делаем сами больше, лучше, классно. Для меня самое главное торт. Первоклассный кулинар. У ДАФа отличный морозильник, весь подсвеченный. Подойдя ближе, видишь, что он заполнен до отказа. Теперь он наш. Начинаем большую жизнь. Приехали. Боже, поздравляю. Да. Большой. Я взял земляничный тортик, несколько рожков, несколько пирожных, мороженое. Я понимаю, сейчас только 10 часов, надо что-то попробовать. Я их помню. Ну и как? Вкусно. Джефф Мэнторн любит пирожные. Покажешь ему пирожные? И он так... Теперь мороженое. Кофе уже пили. Перерыв на обед. Теперь пирожные. Не знаю, сколько я еще продержусь. Пирожные, наверное, лучший десерт. Пирожные от всего помогают. И не вредит. Сколько пирожных Джефф уже съел? Одно. Мне нравятся обычные мороженые. Вас не могу отвезти. У нас тут только торт. Приятно иногда разнообразить ассортимент. Лучший. Или здесь лучший? Среда. Торты очарования. Дав Голдман, владелец кондитерской. На этой неделе мы склонились над картой, буквально. Джефф, су-шеф. Своеобразный урок истории на этой неделе. Джефф, ты уже делал собор. Да, тут еще один. Он немного отличается. Мы делаем модель собора Василия Блаженного в масштабе. Непростая работа. Сложные формы и очень много деталей. Дело движется. Университет Джорджтауна празднует 50-летие Центра по изучению Евразии, России и Восточной Европы. Мне неудобно признаваться, что я немного знаю российские истории. Поэтому, когда я набрала в гугле собор Василия Блаженного, я воскликнула. Вот это да! Ничего себе! Я вырезаю башни собора. Кажется, девять. Четыре средние, одна большая и четыре маленьких. Если посмотреть на другие торты, сделанные Джеффом, такие как Тадж-Махал, Нотр-Дам, видно, что он настоящий мастер. Лучшего строителя нет. Но собор Василия Блаженного, пожалуй, самая трудная работа из всех. Я изготавливаю православные кресты для собора Василия Блаженного. Довольно непростая работа. Джефф делал соборы Парижской Богоматери, например. Но в соборе Василия Блаженного мелких деталей, наверное, раза в два больше. И в нем в 80 тысяч раз больше оттенков цветов. Мне нравятся православные храмы, они похожи на конфетки. Эта неделя очень загружена. У нас два больших заказа. Собор Василия Блаженного и терракотовый воин. Мы были рады получить заказ на торт от Национального географического общества. Выставка терракотовых воинов – самая большая из всех коллекций, когда-либо покидавших Китай. Ну, конечно, нужен Бен. Я начинаю делать фигурку терракотового воина, и сначала делаю основу для его фигурки в доспехах. Мне представляется, что доспехи в бою были немного повреждены. Терракотовые воины были вылеплены в рост настоящих воинов, и император так боялся жизни после смерти, что с ним были похоронены около 8 тысяч таких вот солдат. Я рад, что нам заказали воспроизвести только одного, мне этого хватит. 8 тысяч? Да, тебе бы пришлось взять более одного воина в день. Я бы передал производство Китаю. 8 тысяч для них – это немного. Изготовить форму луковицы непросто. Для формы мы используем пенопласт, поэтому форма одного размера послужит для нескольких луковиц. Должно получиться хорошо. Посмотрим. Когда работаешь с Джеффом, он следит за всем, за каждой мелочью. Всегда заметит что-то не то. Везде. По-моему, хорошо. Ты не поражен ее красотой? Она несовершенна. Как это? Несовершенна. Хорошая. Несовершенна. Четверг. Город Балтимор. Ты терракотовый воин. Нет, не получится. Ты такая страшная. Думаете, у терракотовых воинов были солнечные очки? Наверное, да. Мне ничего не видно. Побыть терракотовым воином. Зажатым в камень. Я буду лепить его тремя частями. Сначала закончу каждую, а потом соединю вместе, чтобы они составили цельную фигуру. Я пробую метод, который хотим применить к воину. Изначальный материал серого цвета. Затем мы покроем фигуру пищевым порошком-красителем, который сделает ее черной. У нас есть такие порошки, очень хорошие. Бен и Лена разработали технологию создания патинной ярии-медянки. С зеленоватым цветом окисленной меди. Как прическа улей. Терракотовый воин Балтимора. Знаешь, что можно сделать? Прикрыть отверстие. Я надеюсь, что у нас не затребует образец назад. Мы его разбили, играя в колечки. Колечко. Она не узнает. Как жвачки залеплять. Я делаю купола собора Василия Блаженного. Видела, что они внутри пустые? Да, да, фуризала Джефф, покрыла раствором. Празительно. Целая кондитерская делает собор. Хорошо, что башенки отдельные. Каждый может сделать парочку, и ансамбль готов. Будем надеяться, проект не займет у нас много времени. Что-то не верится, что мы сделаем собор за неделю. Изготавливать торт довольно долго. Сегодня четверг. Остаться на вечер сегодня и завтра, и можно успеть. Кэти весь день сидит с этим тортом. Как и с любым другим. Сегодня мы должны закончить все башенки, и вот то, с чем работает Томми. А завтра к двум часам ночи мы должны закончить. Мы с Эленой начинаем лепить человечка. Я леплю черты лица воина, его голову и уши, как у зайчика. Слышали историю, как говорил Микеланджело, что внутри каждого куска мрамора содержится скульптура. Нужно только отсечь все ненужное. Думаю, если кто и принял это близко к сердцу, так это Элена. Восхитительно, Элена почти закончила лицо. Я сейчас начинаю среднюю часть. Вместо обычной помадки для этого торта мы использовали особую. Фондарифик. Обычная быстро засыхает, а фондарифик долго остается свежей. Она очень удобна для таких тортов, и ее можно применять новичкам, которые учатся накладывать помадку на торт. Отличная вещь. У нас дело идет легче, чем у первых творцов этой скульптуры. Со статуэтки лепить легче, чем... Если бы сейчас перед нами стоял этот человек, наша задача была бы труднее. Все идет хорошо, я украшаю башенку. Не только сам дизайн сумасшедший, но здесь восемь сторон. Придется повторять этот сумасшедший дизайн восемь раз. Вся сложность в том, чтобы соблюсти все детали, сделать узор нужный, собор узнаваемым. Тут на соблюдение деталей одной стороны конструкции можно потратить целый день, а у нас на весь ансамбль всего неделя. Я всегда горжусь, как у меня все быстро выходит. Но сегодня я, по-моему, работаю медленнее, чем когда бы то ни было. Я на проекте Джеффа отвечаю за деревья, листочки, листочки, листочки. Вроде неплохо, даже забавно. Вроде. Легенда гласит, что Иван Грозный, по окончании строительства, приказал выколоть глаза архитекторам собора Василия Блаженного, чтобы те не смогли больше нигде построить такой же прекрасный храм. Боже мой. Кэти, как, по-твоему, Джефф выколет нам глаза, если мы создадим шедевр? Думаю, нет. Помнишь, как он грозился отрезать нам губы из-за того, что мы всегда свистели? Мы никогда не выкалывали никому глаза, если кто-то создавал торт-шедевр. Я рада, что это не наше правило. Иначе каждую неделю пришлось бы. Далее. Это ты? Нет, это не я. Я не знаю, у него твои усы. Первоклассный кондитер. Пятница. Собор Василия Блаженного. Сейчас все работают над макетом русского собора. Большой проект, много работы. Все в кондитерской заняты. Я волнуюсь, потому что через несколько часов, когда все соберется воедино, это будет замечательно. Замечательно. Я больше не могу. Не могу. Этот торт такой фигурный, столько мелких деталей. Редко бывает, когда надо приготовить торт и его составные части на рабочем месте каждого. Как сейчас, почти все занимаются собором Василия Блаженного. Интересно наблюдать, как все части соединяются. Мы закончим в 7 утра. Работа сложная. Над заказом работает много людей. Так что все должно пройти гладко. Если мы закончим до 7, нам должны поставить пиво. Даже не знаю, что делать, если мы закончим так рано. Это всего лишь иллюзия, и такого не будет. Я учил русский в 7 классе. Правда? Бабушка. По-моему, это бабушка. Когда моя прабабушка по-настоящему сердилась, она говорила, боже мой. А как сказать спасибо по-русски? Я не знаю. Жаль, что не говорю по-русски. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Планета Земла. И еще там слова у Анетта Земла. Кажется, это значит планета Земля. У вас были в классе орган или пианино? Да, я наделал вот так. Я не справляюсь. Есть один памятник. Там такие люди в тогах. Рядом с собором Василия Блаженова есть памятник, посвященный двум людям. Извоять его примерно такого размера задача трудная. Изначально фигурки были из эластичного теста, и потом я все мельчайшие детали покрыл тонкой нитью королевской глазури. Подкрашивая такие трехмерные макеты, как этот, изобилующие выступами и выемками, аэрограф нужно то поднимать высоко вверх, то опускать вниз, приближая к макету и отдаляя от него. Такая небольшая окантовка. Но это моя работа. Вроде получается. Теперь нанесем патину, чтобы стало совсем похоже на эту статую. Крышку бы открыть. Помоги, пожалуйста. Меньше всего я люблю это делать. Так трудно открывается, я всегда зубами открываю. Это пищевой краситель. Покажи, как им работают. С помощью красителя мы старим статуэтку, подчеркиваем все трещинки, текстуру помадки. Так она выглядит лучше. Статуя воина пролежала под землей тысячи лет, вся окислилась. Наша краска, как ржавчина для терракоты. На воине была такая же патина. Говорили, что все авторы терракотовых воинов лепили эти скульптуры с себя, будто каждого ваяли из глины по... Это ты? Нет, это не я. Я не знаю, у него твои усы. Может, он комбинация меня и Елены? Вылитый. Да. Сейчас установлю главную башню. Похоже, что этот торт будет готов раньше, чем я ожидала. Какая вычурная работа. Да, кропотливый труд. Поразительно. Это наш самый замысловатый торт из всех. Прелесть, да? В конце недели наступил момент, когда элементы торта стали собираться воедино. Эрика сидела в одном углу, и Лена в другом, а я, при виде семи декораторов, колдующих над одним тортом, во мне разлилась такая теплая волна радости, потому что такие моменты я горжусь нашим коллективом. Вот сюда. Это я сделал. Да, правда, превосходно. Деталировка замечательная. Когда все наши кондитеры работают над одним заказом, получается просто отлично. Глядя на него, видишь все цвета, купола, все разноцветия красок. Здание само по себе очень интересное. Такой торт сделать очень непросто. Наша работа привлекает к себе внимание точностью копий. Мне кажется, люди замечают, что мы стараемся показать мелкие детали. Джефф, теперь я должен тебя ослепить. Суббота. Шон, водитель-экспедитор. Боже. Это безумие. Где указания? Тор должен был везти Шон. Я знал, что только взглянув на него, он начнет сильно нервничать. Мне это совсем не нравится. Такое чувство, будто меня... подставляют. Наши экспедиторы Шон, Эммануэль, Карен, это не воспитые герои, понимаете? Я смеюсь, потому что ситуация была забавная, но у них серьезная работа и очень ответственная. Черт возьми, у меня какое-то чувство опаски. Надо быть суперосторожным. Этот старик пахнет лучше всех тех, кого я раньше встречала. Мы с Даффом отвезли наш торт в Вашингтон, округ Колумбия, в штаб-квартиру Национального географического общества на галопредставление, посвященное терракотовым воинам. Смотри, валун, скоробей, богомол. Смотри, торт. Наш воин получился очень впечатляющим. Невозможно было оторвать от него глаз. Его доспехи, выражения лица, каждый сантиметр нашей копии в точности отображал оригинал, который нам прислали. Боже, вы его откопали? Именно такого я и хотела. Боже, мне кажется, гости сегодня не поверят, что этот торт можно есть. Он выглядит как настоящий терракотовый воин. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Я такому мечтать не могла. Очень похож вон на того парня. Это не торт, я не верю. Что это? Через секунду поверите. Когда съедите? Сейчас мы разрежем торт, который наши гости тортом не считают. Так что подходите ближе, начинаем резать. Начнем отсюда. Настоящий торт. Торт был превосходный. Мы всех поразили, он всем понравился. Замечательно. Очень вкусно. Это наша работа – делать потрясающие торты для потрясающих торжеств. Не будем забегать вперед. Торт сильно качается. Есть моменты, когда я рада, что я не экспедитор. Шон, конечно, волновался, когда вносил такой огромный торт в комнату, полную людей, которые, вероятно, видели настоящий собор и знали, как он выглядит. Даже памятник сделали, представляете? Невероятно. Спасибо. Прекрасный торт. Спасибо. Спасибо большое. Это прекрасно. Да. Что бы сказал царь Иван? Он бы вас за это ослепил. Я его довез, несмотря ни на что. Несмотря на все опасности, он его прекрасно довез, и торт всем понравился. Отлично. Программа озвучена... Спасибо. Mitchell Hudlund. Спасибо. 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 Спасибо.